Переменные и функции. О переменных можно думать как о коробках с информацией. Вам нужны коробки разных типов для разных типов информации. Мы начинаем писать определение переменной с того, что указываем тип данных. Например, слово int от integer, значит целое число. Затем мы можем назвать эту коробку, чтобы идентифицировать ее. Затем мы можем закончить объявление этой переменной, поставив точку с запятой в конце. Или мы можем дать коробке информацию для хранения, например число 5. Первая часть это объявление. Вторая часть это инициализация, при которой коробка получает информацию для хранения. Если мы хотим сделать что-то с ней, нужно поместить ее в функцию. Как вы можете видеть, создавая новый скрипт, мы получаем функции старт и апдейт. Старт вызывается, когда объект, к которому прикреплен этот скрипт, входит в сцену. Мы можем добавить debug.log, чтобы получить значение любой переменной в игре. Давайте возьмем переменную myint и поместим в скобки. Теперь, благодаря выводу в log, значение этой переменной можно увидеть в консоли Unity. Если я сохраню этот скрипт и прикреплю его к игровому объекту, например, к пустому объекту. Когда я нажму play, я увижу, как значение переменной у меня будет показано в консоли. Эта переменная будет содержать данное значение, пока мы не дадим ей новое. Например, мы можем выполнить операцию с значением этой переменной и другим целым. Тут я умножаю int на 2. Теперь консоль будет показывать целое значение переменной, умноженное на 2. 5 на 2 — это 10. Конечно, если мы присвоим это значение, мы получим другое значение. Например, если я напишу 100 myint равно 55, то хотя выше ее значение и установлено как 5, я приопределю его на 55. И теперь мы получим значение 110. Если я сохраню скрипт и нажму play снова, то мы получим 110. Чтобы делать что-то более сложное с коробками, или вернее переменными, нам нужно создать функцию, которые также называются методы. Функция будет брать коробки, которые хранят какую-то информацию, и возвращать нам коробки. Это известно как return — возврат. Функция start, которую я добавил, это одна из функций, которые ничего не возвращают. Тип ее возврата — это void. Когда мы делаем собственные функции, мы можем устанавливать для них определенные типы возврата. Например, я могу написать int для типа возврата функции, и затем дать ей название. Я могу назвать эту функцию умножение на 2, потому что именно это она будет делать. У функции могут быть параметры. Когда нам нужно дать функции параметр определенного типа, я снова напишу int, потому что это информация, которую я могу передать этой функции, машине, для того чтобы получить результат обратно от нее. Помните, что вся внутренняя работа моей функции происходит внутри фигурных скобок. В то время как переменные или параметры находятся в круглых скобках, фигурные скобки открываются и закрываются вокруг действий, которые происходят внутри функции. Тут, где я написал int, я создал временную переменную, которая называется number и является частью моей функции или машины. И я буду использовать эту переменную number, чтобы передать функции значения для работы. Внутри этой машины я создам другую временную переменную и произведу над ней действие. Я создам еще одно целое с названием результат. Затем я буду использовать эту переменную и напишу, что она равна переменной number, умноженной на 2. Я буду использовать эту команду return, чтобы результатом выполнения этой функции был вывод значения результат. После создания функции мне нужно вызвать ее. Вернусь к функции start. Вызову функцию умножения на 2. Затем вместо того, чтобы помещать новую переменную в скобки, я передам ей значение, которое будет храниться внутри переменной number. В этот раз я передам ей myint. Это сработает, потому что у него такой же тип, как у переменной number. В этот раз я передаю переменную myint с числом 5 в функцию. Она передается в функцию. Затем вычисляется, что результат, новая переменная, равна myint. 5 умножить на 2 будет возвращено как результат. В данном случае результатом будет 10. Но в функции start я просто вызываю функцию умножения на 2. И сейчас я получаю 10, потому что передаю функции 5 и умножаю 5 на 2. Однако, пока я не сделаю чего-то с возвращенным значением, никакие значения не будут изменены. Например, переменная myint не обновляется после получения возврата. Но я могу установить, что myint равно возврату этой функции. Затем, если я захочу увидеть результат, я смогу добавить debug.log, чтобы видеть значение, выведенном на экране. Сохраню скрипт. Переключусь на редактор Unity. Нажму play и увижу выведенном значение 10. Продолжение следует...